Здесь предоставлены полотенца в виде мишки. Их делают ученики школы гимназии 23 для наших солдатов на СОО. Кира Горшкова сегодня не просто ученица школы перспектива, а экскурсовод на фестивале школьных музеев. Несмотря на свой первый опыт в качестве гида, девятиклассница держится уверенно и рассказывает о том, какую гуманитарную помощь сегодня собирают жители Хима к бойцам в зону СВО. В первом ощущении очень волновалась, но попробовать надо было. Поэтому мне нравится, потому что я вижу детей, которые увлечены этим и взаимодействую с ними, рассказываю им что-то новое. Фестиваль школьных музеев, где представлены реликвии времен Великой Отечественной войны и уже нашего времени, продолжает притягивать внимание химчан. Особенность выставки – рассказчиками выступают школьники. А потом с каждым посещением уже привычные экспонаты освещаются по-новому. Сегодня, например, экскурсоводы из школы перспектива уделили особое внимание предметам боевых действий настоящего времени. Итак, здесь у нас представлен ручной противотанковый противномет РПГ, призван для того, чтобы пехотинец мог противостоять бронированной технике противника. Вот так он выглядит. Арсений Берестовой выступает в роли экскурсовода не впервые. Он с пятого класса помогает организовывать выставки у себя в школе. Поэтому с легкостью рассказывает о представленных экспонатах. Хотя их школы перспективы не участвуют в фестивале. Очень важно об этом рассказать, потому что музеи эти призваны для того, чтобы сохранить историю нашей страны и увековечить в веках подвиги нашего героя. Именно поэтому очень важно, чтобы подрастающий поколение знало об этом. После проведенной экскурсии школьникам показали документальный фильм об истории химок. Напомним, что выставка будет проходить до пятого декабря и за это время в ней примут участие все 25 образовательных учреждений городского округа. Андрей Панченко, Вильфорд Димковский. Новости Химки ТВ.